Всем привет! Это не новости, программа о самых нелепых поступках, неудачах, оговорках и телеляпах. Тренируйте легкие для смеха, их должно хватить на ближайшие 10 минут. Поехали! Что такое прямая поставка в рот и чем она отличается от непрямой? Расследование о загадочной информации ведущими ток-шоу «Седьмой этаж». А, то есть вы хотите сказать, что в магазине вам тепленькие яички, да, предоставляют? Гарри Поттер по-русски. Чем можно заменить летающую нитру для игры в Квин? Заговор домашних животных. На какую дату назначено восстание питомцев? Новый взгляд на китайскую проблему. Обо всем этом и многом другом через секунду. И пленочка поехала! Надеюсь, что все в курсе, что на нашем канале выходит первое во всем регионе ток-шоу. Ведущие седьмого этажа затрагивают острые социальные проблемы и пытаются в них разобраться при помощи компетентных экспертов. Накануне я стал свидетелем записи одной из таких программ. И кое-что меня в этом процессе смутило. 27 лет я занимаюсь оздоровителем мошо-йогой, веду здоровый образ жизни. Я предпочитаю тульские продукты. Почему? Ну, все-таки, понимаете, вот курочка раз, через три часа, но у тебя уже в руках. А, то есть вы хотите сказать, что в магазине вам тепленькие яички, да, предоставляют? Куты не жили там, из какой области, на перекладной их заморозили, разморозили, переморозили, опять там где-то. А тут уже вот прямая поставка, понимаете? Прямая поставка в рот. Стоп! Я пропущу мимо ушей опус про теплые яички. Я пропущу 27 лет оздоровительного ушу. Но прямая поставка в рот, это вообще как? Вы что делаете? Это прямая поставка в рот, сам заказывал. Страшно подумать, как обстоят дела у этого человека с покупкой предметов личной гигиены. В общем, запись получилась довольно-таки острой и забавной. Хотите продолжение? Тогда смотрите этот эфир в это воскресенье. Занимательное видео прислал мне наш телезритель. Молодой человек недавно побывал в Китае. Говорит, развитая инфраструктура, гигантские масштабы строительства, невероятное число жителей. Все это меркнет перед тем, что он увидел в простом, пардон, ватер-клозете, туалете по-нашему. Это называется, я туалет. В чем прикол? Крышка унитаза, пленки. Пленки, ну так вот, пленка какая-то тут, пленочка такая вот. Нажимаем кнопочку. И пленочка поехала. Поехала, 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 поехала. Тут разрывается, заезжает. Тут, ну, а, приезжает. Мне одному показалось, что аппарат делает это, ну, слишком медленно. Успел, успел, успел. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Пожалуйста, ну, блин, пожалуйста. Давай, давай, давай. Нет уж, мы лучше по старинке как-нибудь. Терпеть не могу Гарри Поттера, но обожаю вот этот момент в фильме. Жаль, что в жизни поиграть в это невозможно. Хотя, о чем я говорю, в нашей стране возможно все, если проявить смекалку. Герой следующего ролика знает, как можно летать и без волшебной метлы. Ладно, допустим, взлететь у него получилось, а управлять этим как? Так недолго и врезаться куда-нибудь. Вот чего я в жизни не люблю, так это издевательство над животными. Но, глядя на это видео, честно, не могу сдержать смех. Шикарный костюм для собаки на Хэллоуин придумал этот парень. Погодите, кого-то мне эта физиономия напоминает. О, это же Дмитрий Гибров. Кто хочет стать миллионером? Это программа для тех, кто любит побеждать умом. Я, кстати, заметил тенденцию того, что животные частенько стали подражать людям. Вот, к примеру, этот пес, видимо, косит под мастера Йоду. По крайней мере, Дарта Вейдера он ненавидит так же, как и он. Этот кот явный фанат героя Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима». А этот просто любитель тяжелого рока. Вот так придешь как-нибудь домой с работы, а твоя жена ушла к коту. Или сидишь с девушкой, ужинаешь при свечах. Заходит кот и ломает тебе две руки, одну ногу и все это из ревности. Впрочем, что мы все о животных, у людей тоже ведь все сложно, бывает. Кое-кто не может определиться, кто он. Николай Сергеевич Пантелеев или Ланд Круза. Интересно, а его завождение в пьяном виде могут привлечь? Если да, то еще можно приписать несоблюдение дистанции и линий разметки. Ехал бы на метро, остался бы с правами. Возможно, и с друзьями бы встретился. Эти парни точно из его же автошколы. Правда, с ботаническим уклоном. Божечки мой, вы посмотрите, как трогательно они смотрят на этот вкус. Вот только зачем он им, когда они в таком состоянии? Если только он не третий в их пьянке. А на очереди рубрика «Без комментариев». Без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вдохновившись вступившим в силу законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, мы решили серьезно взяться за это дело. Представляем новую рубрику «Бешеный цензор». Фильмы и мультфильмы, попавшие к нам в руки, проходят жесточайший отбор редакционного цензора. И вот что из этого получается. А мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье. Ну, может, ты все-таки... Смотри левее, так, видишь, вон двое идут. Знаешь, что-таки? О, брат. Это х**ки. Эй, пи***ый! И не надоело тебе, а? Не-а-а! Видал? Артиста! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А ты, пи***ый! Это просто пи***ый! Но, Тигра, мы же не хотим, чтобы кролик уехал. Хе-хе, из тебя получена превосходная пчела! Ты такой же ***! Взгляди на себя! Винни! 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 Если вы считаете, что какое-то кинематографическое или мультипликационное произведение нарушает 436-й федеральный закон, присылайте нам заявку на него и мы исправим эту оплошность в самой жестокой форме. Если у вас есть забавное видео или вы стали свидетелем чего-то необычного и сняли это на камеру, присылайте результат нам на страничку ВКонтакте. Адрес вы видите на экране. А на этом у меня все. До встречи через неделю. Пока! Всем привет! Стоп! Я пропушу... 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 Пардон... Присылайте свой результат. Пардон... Присылайте свой результат. Пардон... Парет на камеру, присылайте свой результат.